здравия желаю друзья сегодня во время обеда ужина такого плавно переходящего в ужин решали мы вопрос о том как же лучше кушать так чтобы для здоровья было полезней мяско чтобы переваривалась хорошо и разговор зашел потом дальше уже так продвижение о том как как тепло получается как энергия откуда берется в теле ну вот ну и значит выводы были просты изначально что если мало кушать мясо хорошо до кусочек миска скушал порядке вещей организм желудок все хорошо справиться с этим проблем будет если так уже миска побольше скушать то обязательно нужно добавлять туда овощи с овощами чтобы это помешать то есть получается что овощи являются как бы катализатором они быстрее распадаются и вот это вся так называемая кислотность кислота для переваривания пищи желудочные соки она при получается как из цены и вот это быстрее растворимых разлагающихся веществ а мясо соответственно но тяжелее больше растворяется тем более если некоторые не жуют хорошего еще кто-то кусками вот и водные тогда среда среда кишечная она формируется именно из слины наши то есть лимфы которая очищена очищается та часть которая уже более разложилась на амин и аминокислоты разные вот она отфильтровывается и мы в туалет ходим через почки мочевой пузырь то есть выводится а сама лимфа далее ходит по организму и вот рефа рефлектирует если в нос что-то попало то есть сопли текут выделяет чтобы очистить организм или же когда мы кушаем является сына это один и тот же процесс вот это лимфа она помогает когда она хочется кушать мы чувствую вкус уделяется слинка выделяется вот это самое лучшее время когда кушать быть чуть-чуть голодным или хорошо голодным бы хорошо жива и когда мясо кушаем с овощами то есть овощи быстрее разлагаются превращаются в ту среду в которой мясо быстрее разлагается для того чтобы ему вовремя пройти уже в определенном состоянии в кишечник где рассасывается в виде той же лимфы обогащенной вы уже в клеточную среду и там дает пищу клеткам несет обогащенную супчик который они ждут кушают и пьют вернее и потом делятся тут сидят такие клетки до им подходит еда они кушают и в общем таким образом происходит процесс то самое время разговоре нашим за обеденным мысли возникали разные и потом что такое эритроциты такие плоские как таблеточки но дело в том что они плоские только из-за того что ученые всегда смотрят под мискароскопом уже мертвую кровь то есть когда они набирают кислород они становятся кругленькими и принося этот кислород они основа отдают его и возвращаются уже такими таблетками вот такая несуразица научно-техническая не понимать то есть изначально установить такое шаблон что вот эти эритроциты они плоские ну и нахрена не плоские если они работают с легкими забираются кислород то есть быстрая какая-то реакция химическая чтобы там кислород образовалась потом обратно этот кислород каким-то образом чем-то усложненная усложненная научная глупость кислород идет потом попадает в межклеточную среду и там же это он способствует окислению то есть разложению окисление процесс разложения от умирающих клеток но на первичный бульон потом это же все разложено также опять же идет с лимфой до лимфоузлов очищается часть выводится через мочой часть идет сына и как вот основная жидкость наша лимфа в организме очень вот вот такой возник у нас образ образ жизни деятельности организм зачем типа мы дышим зачем как происходит процесс питания все началось мясо вот такая вот концептуальная игра во время приема пищи но тут оказалось когда мы о клетках о клетках думали да вот как наш организм состоит из множества клеток которые живут умирают что-то дают что-то забирают новые появляются делятся как каким-то образом жизнь идет сперматозоиды у нас есть еще которые вообще такие существа штатные и вообще отдельные то есть организм не связаны в какую-то систему клеточную в общем-то интересно такой ассоциативный образ возник дочь мне говорит а может это говорит это оказывается что мы эти клетки кормим то есть возможно и у меня мыслей никого что мы кормимся для того чтобы кормить клетки они организованы в себе там таким образом там и как говорят ученые есть силовые структуры там киллеры хелперы помощники то есть набрали там если посмотреть на научный сленг там огромная такая мифология типа греческая получается вот ну и такая мысль пришла на сравнение такое ассоциативность социальным социумом может быть мы являемся как отдельные люди некими государствами которых живут множество множество клеток которые что-то требуют что-то решают здесь там что-то решается тут все это хорошее хорошо организованное государство окажется что это не мы не люди так наивно думающие что мы являемся царями природы да или там владельцами планеты земля полностью а вот эти микроорганизмы все это создали крошечные внутри нас бактерии клетки другие организмы микро у них своя жизнь и также подумайте соединенные штаты здесь 100 государств вот 100 людей таких да и они свои терки ведут а между собой бодаются также и считаю там кем-то себя государству на биологическом уровне мы каждый человек является государством отдельным государством которое создано таким образом что она может ходить и должно добывать пищу для для вот этих существ маленьких микроорганизмов то есть оказывается что в принципе то мы являемся монстрами слугами созданными для того чтобы кормить огромное количество микроорганизмов целой цивилизации которые внутри нас живут вот такой взгляд интересный то есть возможно слишком мы переоценили свою роль в этом всем в нашем мире большом мы просто как бы искусственный интеллект который создан для того чтобы кормиться удовлетворять какие-то там физиологические потребности и то есть матрикс или новый матрикс или сценарий для нового нового фантастического фильма типа матрицы так что не может не стоит себя переоценивать как государство россии или государства сша самый крутой там я самая там все там внутри этого государства множество людей и клеток работают созданы организуют что-то его получается сша хотят и прям как пишут сша хотя кто не эти сша или россия хочет как же это тут как-то так странно звучит да ну для нас не странно звучит мы любим обобщать но в принципе это обобщение она является полной аналогией жизни всех живых существ биологических которые вот на этой земле существуют состоят из клеток которые организуют себе ходячих уравьев которые добывают пищу ходячих этих то есть они тебе живут такие в нирване сидят клеточка такая кушает раз какает пукает раз потом раз пришло время делиться разделилась кайфанула потом пришло время умирать а перерожусь нова реинкарнация будет обратно и перерождается в людях они перерождаются в собаках клетки сознание клеточная так что мы очень мало знаем о клеточном сознании особенно интересно то что пример сперматозоида этого просто холерика который полон желание пройдет так все и когда это происходит то человек чувствует то же самое то есть вот эта вся огромная система как вы по названию человек чувствует вот это желание сильный также мы чувствуем злость зависть ревность эгоизм и все это на клеточном уровне возможно присуще этим клеткам которые там и подвиси он пошло там соседки дал например в этом государстве под названием человек может быть целый район и там в этом государстве которые там одни районы с одними характеру них другой вот как у индийцев чакры да здесь живут эгоизм и злость зависть ревность все это все это все это внутри живет и даже если подумать что своя экономика есть и возможно то что у нас в голове происходит это то есть не контролируем вот этот поток это просто этот идет эфир в эфир все что происходит в нашем государстве а мы так ходим и ловим в эфире она все крутится не обращаем мысли эти все мы зря считаем себя царями природы или хозяевами планеты может быть это микроорганизмы эти микробы являются настоящими хозяевами может у них там своя политика внутри свои разборки происходят если что-то случается плохое плохо они этим там обжоры пришли к власти или общество потребителей и все начинаются человек потребляют начинает толстеть у него желание управлять он кушать кушать и план похоже государство там кряк болезни смерть или там в общем огромное количество вариантов сколько людей столько болезней столько только взаимоотношений то есть болезни увеличиваются людей что значит такое межгосударственные может терки то есть между людские теоки превращаются вернее внутренние терки перерастают между людские и потом межгосударственные вот этот весь механизм работает а мы думаем что мы какие-то пупы земли обособлены очень интересно инопланетяне внутри нас сидят такие усилий как из из фильмов фантастических или мультиков до будущее сидят люди на креслах только кушают в экране смотрят кино смотрят им жиротово подносят они там ездят там также клетки живут внутри нас в печени такая своя там структура нам они своя клан целый полочки все все делают свою работу а клетки вообще сидят так им жиротва пришла через трубочку самое и кино смотрят около перед телевизором а мы думаем что что это мы придумали будущее фантастическое нет мы просто посмотрели во внутреннюю внутренний мир организма или эти фраера сперматозоиды которые быстро быстро летят энергию только это сперматозоид вылетел и человек сразу придет его он хочет у полон желание то есть вот это маленькие существа он они трансфер транслируют на нас это это все свои эмоции ну а мы считаем что вот мы можем что-то в этом делать а потом оказывается что вот судьба такая злодейка что вы ничего не можем ничего сделать мы бедные бедное государство почему потому что видимо правительство внутри наших деток внутри нас плохое пофигисты какие-то они так сидят и думаю что вот так мы покушали покушали умерли а чё нам бояться на инкарнации переродимся снова и так перерождаются перерождаются возможно возможно именно так все происходит ничего в этом мире невозможного нет матрицу видели да то есть это взгляд такой на мир то есть программный программа какая-то созданная социальная и она работает кем она создана собственно есть кто-то кто это создает покажите название это какой-то общакова и такое подсознательное то что называется подсознательным коллективная подсознательно то есть у нас внутри клеток миллиарды извините меня делятся выраждаются умирают сидят функционирует там страдают по-своему вот это подсознательно у них тоже есть подсознательная жизнь посмотрим на животное мы же видим что они рефлектируют то есть мы сами животные также рефлектируют клетки тоже существа которые имеют свою психику то есть реагирует на все посмотришь под микроскоп как они там живут а столкнулся с этим а не понравилось то есть то же самое эта тема может быть очень близко к реальности всего хорошего до следующих встреч